привет друзья с вами странник и мы продолжаем проходить клуб хиру я немного поформил за кадром и от собирал ресурсы и наконец-то мы можем достроить последнее здание давайте начнем с палатки алхимика здесь будет скажи тебе известно что водород простейший самый распространенный химический элемент во вселенной а тебе известно что незнание этого факта не делает тебя плохим человеком не бойся учиться друг мой вот к чему я клоню не знаю чего-то не преступление настоящее преступление не стремится к знанию у нас теперь визит в библиотекарь выстакивает и посмотри что творит наука алхимическое преобразование вещества создать одно из другого что-то чего нет из того что есть великолепно алхимический камень прям так что дам теперь ты знаешь куда обратиться за старым добрым алхимическим преобразованием но и без чашки чая интересной беседы я своего гостя не оставлю уж поверь понятно нам теперь есть чай пить у нас появилась новая вкладка алхимия доступный водород если могу разложить могу где-то и создать что же а я наверно должен сначала типа разбить ее чтобы понять как ее делать теперь могу синтезировать ну прикольно теперь я понял как нужны ресурсы фармить это даже вот эти частички собирать и уже круто я хотел еще кое-что показать ну да во первых я камуши нашел но это я покажу в ходе прохождения увидите короче реку придвинул прям просто к дороге появились камыши а почему эти карты а вот я понял смотрите короче как замонтировал последнее видео увидел что есть такая кнопочка может быть она не сразу была доступна может просто я слепой и вот за эти книжки можно получить дополнительную информацию о этом объекте ну я в принципе такую штуку не то что не люблю ну просто как особо поэтому не заморачиваюсь обычно но я знаю есть люди которым это важно и на самом деле для меня тоже важно чтобы это было лучше пускай это будет чем не будет но есть люди кто прям тащатся по этой штуке всей в общем такая вот штука я думал может быть тут будет какая-то подробное описание как это достать вытащить или ну там еще что-то но на самом деле там просто более подробное описание об этом давайте еще мы построим лесоруб опять наконец-то новое достижение маленький город а мы в маленький город превратились вот такие дела нам удалось стабилизировать небольшой участок леса прежде теперь это почти настоящий фрагмент нашего мира можно идти туда и вернуться без страха пропасть из реальности а ну типа теперь там можно гулять понятно это лес можно даже рубить но не весь сразу считается нашим общем триумфом вообще лесник личность не шибко общительная но дело свое знает пока ты будешь в экспедиции он будет снабжать нас древесины но он и ремесленник неплохой если что вот так может быть я могу прокачать нет могу но я теперь могу и другие штуки создавать прикольно может быть сайте посоздавать у меня здесь новые слоты открылись я тут закидывал сакра фигней но может быть что по полезнее можно будет сделать так но получается я построил в принципе все но я где-то видел еще можно было что-то прокачать а вот открывает карту кузнечный цех но мне блин железа не хватает как так-то но я железо думаю быстро насобираем может даже в этот заход просто хочется посвечу за кузнечный цех а может быть мы сможем сделать не ну мы только не нас собираем хотя ведь 6 давайте пушки сейчас мы разложим господи нельзя было как-то побыстрее то делать отлично и теперь мы можем построить поддув мне в горн я был юнга в подсобке а теперь настоящий капитан кузнечного линкора и и хо хо теперь моя очередь держать печь по ветру жди поставки из моего пылающего порта клещи и водери да прикольный чувачок такой с этого момента как только швартуешь свой поход в оружейный трюм будет полон так но мне больше интересует я пока чуть больше не могу меня больше интересует нова карта я хотел посмотреть отнимать до двух предметов из инвентаря накладывает эффект на 10 ударов за предмет снижающий входящий урон на 20 процентов отнимать предметы и снижает входящий урон на 20 процентов ну давайте возьмем ее крабе эксперимента вот чем мы еще что-то можем построить во первых прокачать мы можем да как минимум давайте склянки прокачаем знаешь наши с тобой занятия похоже не думаю мой клинок мало кого исцелил мои травы убирают недуги и раны но твои действия лечат сам мир вокруг твоя поступь восстанавливает течение жизни даже если тебе приходится убивать на своем пути это странная бабка так и все она я больше не могу шесть штук все получается все предел шесть штук но плюс еще можно снабжение запихать и вот учатся при банке запихал не получается мне получается 9 штук будет так может мы еще что то можем построить кроме башен улучшать воскрешение такой себе здесь через костер когда проходить но тоже не знаю весьма особо не нужен давайте башню прокачаем ладно кладбище тоже прокачаем и устаешь и и ешь на хрома уж при этом не хорошо местные рассказали как можно хромать не так сильно поверь теперь тебе будет проще по-моему не успел анализу короче ничего такого интересного так ну все ареса закончились да хотя лес могу понаставить давайте лес полкаем чтоб покрасивее было так застроил я в общем нашего лесоруба интересно сможет выйти оттуда но просто здесь за каждую клеточку вокруг я буду получать по хворосту ну пускай будет почему бы нет вот но остальное так понимаю нужно застраивать именно землянками и плюс еще их прокачивать ну фирмы такой себе по возвращение дает один паек за каждый пройденный путь все считаем здесь все построено какой наш мир дальше домами застроим но есть еще будем проходить и остался на последний босс я в общем пробовал играть за другие классы кроме разбойника но это в разы слабее и мне кажется даже невозможно родовой склеп по факту не дает ничего никакого преимущества сейчас я объясню почему рога на самом деле имба то есть другие классы просто ну не сравнительно не могут с ним идти смотрите когда у нас идет забег давайте сразу выберу разбойника там для него мы хотели попробовать этот кузнечный кузнечный цех и пойдем в путь на последнего босса а сейчас расскажу почему разбойник просто имба когда разбойник путешествует и убивать монстров с него с них выпадают карты эти карты имеет какое-то определенное количество примеру с каждого монстра выпадает три карты но так как разбойник не получает вещей то ему все три карты достаются именно карты которые мы можем выставлять что нам это дает а дает нам это то что мы в самом начале имеем в разы больше карт и плюс не тратимся на вещи а каждый убитый монстр нам выдает осколочек то есть так или иначе мы получаем осколочки плюс все карты которые могли выпасть у другого любого класса падают например всего может выпасть три карты допустим с этого слезняка но может выпасть как две вещи одна карта то есть разбойник получил сразу три карты а некроманты или воин получил всего лишь одну карту соответственно и собрать необходимые вещи ему будет в разы сложнее плюс у разбойника есть навыки позволяющие получать более лучшие вещи например у некроман то есть вот склеп до которому подходит больше всего тоже с одной стороны классная вещь можно сказать но на самом деле там некромант получает хп себе дополнительная за убийство монстров с душой а у разбойника есть такой же навык который позволяет получать хп только за осколочки получается что разбойник в принципе в приоритете имеет больше карт больше вещей и лучшего качества относительно других поэтому им нам гораздо проще проходить ну и плюс я пробовал несколько раз вот разбойником я по моему до третьего босса доходил и достает не до чего-то не доходил до 3 доходил а другими даже 1 босса очень трудно убить слишком слабые вещи получаются у других классов моменту когда нужно уже убивать босса и получать какой-то прям анриэл так что считаю что все-таки разбойник это просто имба ну а теперь погнали а а а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну вот я наконец добрался до босса. Ну, что за подстава? Было фулл хп, 9 бутылочек. И здесь я слил просто все их. Вчастую все хп потратил. Это прям, прям, не знаю, подстава, короче, какая-то. Я расстроен. И вещи такие себе выпали. Ммм, и опилки. Ну, хотя все остальное было отлично. Ну, давайте попробуем. Три героя у меня тут. Три вольна. Да-да-да, знаю. Давай, давай, живи. Давай. Да ну серьезно. Один хп, один хп. Блин, не сохранил обирку с воскрешением. Ах. Это прям, прям очень плохо. Оружка не падает. Ничего не падает. Еще подставок, короче, какая-то конкретная. Давайте, уклонение 20% отдадим. Ну, ладно, пока живем. В принципе, это воскрешение, которое от... Что мы там строим? Кладбище. Еще может выпасть активка, может быть. Ну, погнали. В принципе, начало было неплохое. Жалко, здесь не эта роща так не появилась. Ну, ладно. К слову, вот появилась хижина ведьмы. И... Да, она как бы прикольно восполняет бутылочки, но у нее есть побочный эффект. Сейчас дойдем, покажу. А вот, кстати, эти рыболюды, которые говорил реку, когда подвел, под дороги вплотную. А, тут нету монстров. Короче, тут вот эта послужительница, она стоит не на моей стороне, она стоит на стороне монстров. Причем она их хилит, а мне наносит по 10% урона от моего максимального хп. Короче, пакость еще та. Ну, хоть бутылочки восстанавливай. Ах, нет, это был не то. Ах, нет, это был не то. Начало было у меня неплохое. Я успел застроить, в принципе, кроме одной клетки. Но и даже под конец мне появилась карта взаимодействия, которая позволила, собственно, откатить эту штуку, удалить ее. И босс был практически без бафов. Но не подфартило с противниками. Да и шмотки не падали, и навыки. Короче, чтобы пройти последнюю, я так понимаю, нужно много факторов, чтобы сошлось воедино. Мне нужно как можно быстрее вот этот навык, по-хорошему бы вот этот навык. Ну, этот можно, конечно, не сразу. Вот этот нужен, на сердце нужен. Собака неплохо. Воскрешение по-любому. Ну, и сами карты, чтобы выпали нормально. Застава мне повезло, я две получил, и на самом деле практически выиграл без потерь. Там еще волк мне подфартил. Но все равно это сложновато. То есть, если предыдущие там, у меня что-то зависело, я там что-то мог построить, то сейчас... Ну, конечно, тут тоже можно поиграться, пофармить, и вот эту кукушу застроить посильней. Понаделать вот здесь вот всякие предметы, которые важны. Например, урон по боссу, да? А, мы тут рандомное делаем. Давайте попробуем что-нибудь создать. О, я только даже не видел. Один защиты за каждую харту. Прикольно. Блин, ну резцы, конечно, по 10, да ладно. Ну, вот, кстати, урон по боссу. Вот куда тут резцы могут убегать. Так, ну давайте расставим то, что у нас есть. В общем, подобрал тут вещи, поубирал. Самое, что мне нравится, это урон по боссу. У меня на 16% повышен. Плюс книжка прикольная, засчитываю за каждую карту, а уроги их там много постоянно. Ну, может быть, не в самом, конечно, начале, но потом достаточно много, то есть, по три. И плюс урон понежить эти вампиры. И, конечно, нехорошо, много там дают опыта, но это... Короче, будет повышенный урон. Вот. Ну и здесь вот понаставил вампиризма, то есть у меня 4% вампиризма будет, если поделин будет активен, под 1%. Думаю, тоже неплохо. Пробуем пока так. Еще нашел сундук такой. Ну, забавно. При отступлении или смерти на 4%, то есть будет не 30, а 34. В теории так собрать, все, то столько сундуков много, чтобы 100% вытаскивать. Хоть умер, хоть не умер, все равно будешь вытаскивать. А еще интересно, если собрать, допустим, больше, чтобы было 25 штучек, вот просто 25 сундуков заставить. Да, интересно. Ну, ладно. Погнал я бегать. Посмотрим, сколько мне потребуется. Другими видами я даже ситуации не хочу там. Прямо без шансов. Единственный вариант, свяжу только разбойникам. И ждать пока бог рандома и удачи поможет нам. Ладно, я побежал. А вам приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok